По куоруму нам необходимо иметь 61 человек. У нас 70. Я предлагаю собрание начать. Хочу сказать, что мы находимся сейчас в такой чрезвычайной ситуации. В таком состоянии, когда наша организация не соответствует креплению законодательства и является предметом внимательного рассмотрения контролирующих и назирающих куорумов. Мы остались, говоря юридическим языком, без единоличного исполнительного органа, который, как вы знаете, регистрируется в едином государственном реестре юридических лиц. Таким образом, наша организация лишилась самостоятельности определенной. Это не дает нам возможности нормально вести финансовую деятельность, то есть платить коммунальные услуги, заниматься другой финансовой деятельностью. Это не дает нам возможности решать и ряд других вопросов. И сложность еще состоит в том, что мы уже получили ряд предупреждений, в частности, от управления Бельюста по Саратской области, которое нам предписывают в срочном порядке избрать председателя правления. И это сделать необходимо. Просто я вас умоляю и прошу. Это сделать необходимо сегодня, потому что у нас сроки поставлены очень жесткие. И если мы их не выполним, то есть опять не проведем собрание, и опять не выполним эти требования, то к нам начнут применять, это будет уже третий раз, и к нам начнут применять санкции. Значит, сначала штрафный, потом при основании деятельности, потом будет подан риск в суд о ликвидации организации, и, соответственно, мы все остаемся без организации. В этом разрезе очень сложная ситуация происходит с домом архитектора. Вы знаете, какими трудами великими, какими ухищрениями даже, он был, в своем деле, построен нашими отцами. А затем, в 2000-х годах, каким усилий стоило, в буквальном смысле усилий физически, отбить его от, ну скажем так, неправомощных действий Тарасской администрации, которая каким-то волшебным образом внесла его в реестр муниципальной собственности, собиралась продать. Вы знаете, сколько было. Мы прошли семь судов, и только благодаря тому, что сменилось руководство города, и пришел, простите, Павел Шраманов, который к этому отнесся, так сказать, с пониманием, прекратил эти суды, и судом нам было присвоено право собственности. Вот такая ситуация. Поэтому, если мы сейчас, как бы, не сделаем этих шагов, то мы себя закономим в очень сложной ситуации. Я предлагаю не обсуждать какие-то наши идеи, какие-то там творческие вопросы, понимаете. Сегодня не время, у нас мы тонем, надо откачивать воду из трюма, понимаете, и подавать сигналы собственности. Первым пунктом у нас идет выбор председателя правления организации. Напоминаю вам, что кворум у нас есть, и выборы состоятся при условии, что избранный наберет две трети голосов от присутствующего числа коллег в зале. Поэтому есть предложения по установке регламента. Предлагаем, во-первых, предложения по кандидатам. У нас два кандидата, с которыми все уже успели ознакомиться, с их программами, с их биографиями творческими. Поэтому, если я должна задать вопрос, есть ли самоотводы, отводы? Виктория Валеньевна. Владимир Григорьевич. Ну уж нет. Прекрасно. Предлагаю на представление кандидатов не более пяти минут, а на вопросы и ответы кандидатам в пределах трех минут. Хочу заметить, что общественная организация требует от членов их личного участия, их личного времени, их личных ресурсов для деятельности. То есть помимо профессионального уровня, кандидаты должны обладать приличным запасом энтузиазма и альтруизма. Что касаемо моей программы, она основана на мнениях и ожиданиях членов Союза архитекторов и также в ее вложены цели и задачи, которые ставят перед нашей организацией устав Союза архитекторов. Таким образом, когда мы анализировали и текущую деятельность, то есть у нас есть примеры, когда деятельность на самом деле ведется, и она ведется единичными людьми Союза архитекторов. И хотелось бы, чтобы мы существовали под общим брендом Союза архитекторов и консолидированы, и вместе выступали. А также, что касаемо моей программы, она предусматривает проведение фестивалей, поиск проведения фестивалей, мастер-классов, встреч, мероприятий. Также мы планируем расширять состав членов Союза архитекторов в стартовом биомеренном по 5 человек в год, но, возможно, это будет больше, если организация будет действительно жить, развиваться и проводить интересные мероприятия, а на самом деле наполнить дом архитектору жизнью, это несложно. Возможности есть, и темы действительно есть. Мы также, допустим, по текущей деятельности мы проводили с 2016 года архитектурные клубы, встречи, когда мы могли сейчас обмениваться опытом, рассказывать о своих проектах друг к другу, и это действительно было актуально и интересно. Также в программе предусмотрено и взаимодействие с сообществом, и участие в разработке каких-то законодательных норм, то есть активно участвовать в деятельности города в том числе. Ну, а также я говорю о том, что у меня есть команда. Команды — это те люди, которые готовы именно на добровольных началах работать и брать на себя часть деятельности. Павел Попуныров, Ольга Викторовна Бутылко, Дмитрий Назимов, Алексей Селиванов, который еще не состоит в сообществе архитектов, но готов к его вступить и брать тоже определенную деятельность, Лариса Вячеславовна Дудина, Евгений Спирин и Кайпенкин Роман, который также еще не состоит в союзе, но готов с нами сотрудничать и встречать взаимодействие со студенческим сообществом. Наша организация Саратовская является одной из старейших в России и одной из крупнейших, как ни странно. Она была основана решением Президиума правления Союза советских архитекторов СССР 23 января 1938 года. Вот именно так. Правлением Союза советских архитекторов СССР. И вот в этом участии решение принимать те, как Колли, Гольц, Бархин, Барщ, то есть какие-то столбы, о которых мы читали в книжках. Вот в свое время они приняли такое решение. Значит, что предстоит сделать? Ну, обычная программа, то, о чем говорила Виктория Валерьевна, здесь много у нас совпадает. Это, естественно, общество. Да самое главное, мы должны популяризироваться себя, то есть социализироваться через сети, через печать, через телевидение, через выступление в печати. Как видите, я это делаю довольно часто. Вот сегодня вы нам видели, да, посвящено там было интервью, разработке проекта «Агломерация», в котором мы участвуем. Конкурсная деятельность, далее, пожалуйста. Значит, что предстоит сделать? То же самое, да, сотрудничество с творческими союзами, сотрудничество, самое главное, связь. У нас абсолютно нарушена связь с Москвой была, понимаете. Мы много лет, как бы, с ними не общались. И только было каким-то личным контактом, на уровне там однокашних каких-то еще, вот эти контакты, значит, сейчас восстанавливаются. Но они должны стать системными, постоянными, а не от случая к случаю. Очень важно сотрудничество с городскими властями. Мы уже получили приглашение от администрации города Саратова до Туры, значит, в Государственный совет, именно как в Союз архитекторов. То есть это официальный запрос такой, да, мы на него ответим обязательно. Значит, и в комиссии по землепользованию и застройке, самый важный орган, вы знаете, да, это действительно важный орган, через который что-то управляется. И мы там должны присутствовать. Спасибо. Дальше. Ну и вот ваш покорный слуга, мои там какие-то биографии, значит, трудовая деятельность, ну и так далее. Не буду ее перечислять, она, в общем, тоже достаточно известная. И последнее, что было сделано лично мной, вот в последнее время, это вот работа со стрелкой, которую я назвал критикой, разработка альтернативных генпланов при вокзальной площади. Эта работа была сделана на такой творческой, по просьбе областной администрации, сейчас и Бурейна Александра Васильевича. Значит, участие в работе жюри конкурса по развитию пяти площадок Саратая, сегодня, вы знаете, этот конкурс заканчивается уже. Создание ассоциации, значит, институт социально-экономического развития Саратой эгломерации, и, в общем-то, разработка проекта агломерации, который сейчас идет, участие в этой работе колоссальной, которую делают и Ленинград, петербургские наши коллеги. Вот мы на таком уровне, в общем, выступаем. И последнее, да, друзья, значит, я считаю, что мы все команды, вот мы все, 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 время от времени мы каждый что-то делаем. Значит, мы по этой команды. Поэтому я хотел бы закончить свое выступление словами, которые один известный политик, американский, правда, сказал, да, не думай о том, что Союз должен дать тебе, а подумай о том, что ты можешь дать Союзу. После этого они полетели на Луну. Спасибо. Алла Лежнева, предложение открыто голосовать. Есть еще предложение? Павел, предлагаем тайное. То есть консультировался с нашим юридическим областным информационным центром, где мы получили чайпрухи консультации, именно по процедуре. Во-первых, первое, абсолютно неминуемо две трети голосов. И если у нас опять не набирается две трети, за какую-либо кандидатуру, мы будем повторять эту процедуру, пока нам здесь хватит кислорода. Поэтому я вас сегодня, друзья, прошу, заклинаю всеми страшными клятвами и заклятиями, которые только можете представить. Давайте голосовать нормально. Тайно значит тайно. Открыто значит открыто. Так, как вы сейчас проголосуете за форму голосования. Кто за, пожалуйста, поднимаем. Имеет ли смысл, опускаем карточки, имеет ли смысл голосовать там против, то есть вы сдержались или по такому же принципу, кто за тайное? Да. Да. Кто за тайное голосование, поднимаем карточки регистрационные. 38, открытое голосование, 33, тайное голосование. Таким образом, мы можем приступить к процедуре открытого голосования за кандидатуру председателя правления. Кто за кандидата Виктория Валерьевна Васильева? Поднимите, пожалуйста, удостоверение. Синей стороной. Переходим к голосованию за второго кандидата. Пожалуйста, все готовы к голосованию? Кто за кандидата в председатель правления Виктория 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 Виктория? Два, два, три. Пожалуйста, повыше тени. Спасибо вам. Зашлось. Теперь все, спасибо вам большое. Спасибо. Объявляем результаты голосования. За Васильеву Викторию Валерьевну проголосовало 31 человек из присутствующих. За Верича Владимира Григорьевича 38 человек. Три человека воздержались при голосовании. Какие еще предложения из зала будут? Итак, голосование не состоялось. Председатель должен был это сказать, подвести итог. Не состоялось. Голосование не стоялось, двух третий не собрано. Можно предложение? Да, Валерий Евгеньевич. Слушай. Но пока мы не выберем, я никуда не поеду. Значит, я предлагаю, как сказал Владимир Григорьевич, все-таки перейти к тайному голосованию. Давайте так перейдем. Мы в тофе что наблюдали, как целая Америка не могла посчитать голоса, потому что они любили их форму. В нашей команде, так говорится, 25% молодых, но к ним кто-то еще примкнул. Примкнулся и тень-четыре. Так, понятно. Ну, кто понял? Я думаю, мы не сегодня, не завтра, не на теньках, не на скамейках никогда не сидим в ситуации в две трети. Потому что мы не просто разобщены, мы не консолидированы просто вот так. Сделать два сайта, здравствуйте, организация, можно в Северной Корее, Южно, существует. Я не вижу перспектив в тайном голосовании, кто-нибудь в потере времени. Никаких перспектив. Две трети не будет. Знаете, ситуация в Союзе Архитектора достаточно сложная, и нам нужно принять именно председателем для того, чтобы Союз существовал далее, и мы не получали больше предупреждений из Минюста и все так дальше, чтобы мы могли наконец-то все вместе работать и дальше как бы развивать деятельность, да. Поэтому я приняла решение снять свою кандидатуру США председательства, так как в открытом голосовании я набрала меньше голосов, поэтому я предлагаю как бы все голоса, которые были отданы мне, передать Владимиру Григорьевичу, и тем самым у нас будет председатель, и мы сможем работать дальше. Спасибо, Виктория Валерьевна. Владимир Григорьевич просит выступить в словах. Он дает свой голос. Нажимаем кнопочку Владимиру Григорьевичу. Что? Ну я очень кратко. Виктория Валерьевна, я потрясен вашим благородным поступком. Действительно, женщины спасают нас. Вот в очередной раз нас спасла женщина. Это благородно, как минимум. И я считаю, что вы достойны самых глубочайших моей признательности. И, безусловно, я уверен, что наше сотрудничество сыграет на пользу нашему союзу в 100%. Вы человек верный, вы человек работящий и, в общем, свободный от левых мыслей, я бы так сказал. Спасибо вам большое. Друзья, мы сделали великое дело. Великое. Я благодарю всех. Всех. Огромное спасибо. Наконец-то сейчас оковы тяжкие с нас спадут. Завтра мы, как говорится, на свободу с чистой совестью звоним в Минюст и говорим, все, ребята, прячьте квитанции. Мы, как говорится, нормально. Валерия Владимировна, еще раз спасибо. Я уверен, что вы свою работу и ваш, так сказать, энтузиазм, безусловно, найдет свое применение в самых лучших сферах. Спасибо. Таким образом, у нас есть... Хочу озвучить следующее. То есть, Виктория Васильева передала свои голоса Владимиру Григорьевичу. Мы в протоколе отражаем, что 69 голосов за Владимира Григорьевича. Кто-нибудь против? Есть? Нет? В протоколе тогда фиксируем 69 голосов за Владимира Григорьевича. Спасибо, Павел. Вновь избранный председатель правления Верича Владимира Григорьевича. Дорогие друзья, я ко всем обращаюсь с самой искренней и глубокой благодарностью. Спасибо большое за ваше терпение. Вы сегодня, все мы, сделали очень важный и нужный для нашего союза, для нашей компании и для дома-архитектора выбор. Спасибо вам огромное.